Уважаемые саратовцы, вчера был принят ряд ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией. Постоянно провожу рабочие совещания, встречаюсь с главными врачами больниц, инфекционистами, специалистами Роспотребнадзора. Они констатируют увеличение количества заболевших. Здесь повлияли сразу несколько факторов. Наступление холодного времени года, сезонность респиратурных инфекций, массовое возвращение из отпусков и начало учебного года. По рекомендации Роспотребнадзора из-за роста заболеваемости ОРВИ принято решение в крупных городах и поселках перевести школы на дистанционное обучение. Две недели. Мера вынужденная, необходимая. Она позволит разорвать цепочку заболеваемости. И в целом нужно придерживаться санитарных требований, соблюдать в общественных местах масочный режим, социальную дистанцию. В такой сложный период особенно внимательными к своему здоровью нужно быть беременным женщинам. Беречь себя. Со своей стороны обратились к работодателям, чтобы они перевели беременных на дистанционный режим работы. Сейчас оперативно решаются многие вопросы. Подключение тепла в медучреждениях, обеспечение лекарствами амбулаторных больных коронавирусом, ввод дополнительных коек, колл-центров, поддержка медиков дополнительным автотранспортом, организация реабилитации переболевших ковидом. Все это и многое другое делается, чтобы противостоять пандемии, снизить заболеваемость в нашем регионе. И, конечно, как никогда важно принять своевременные профилактические меры. А именно, вакцинация от коронавируса и гриппа позволяет защитить от тяжелого течения болезни и реанимации. Всем региональным и муниципальным руководителям поставлена задача выстроить четкую обратную связь с населением, разъяснительную работу по принятым ограничительным мерам профилактических мероприятий. Сейчас, как никогда, нужно всем проявить ответственность.